Бобруйчанин Артем Грудинский ищет пропавших вот уже 7 лет. Спасательный отряд «Ангел» пришел сам. Промышленный альпинист по профессии и не подозревал, что большую часть жизни посвятит помощи другим. Теперь его позывной «Скаут» признается первую операцию поиска пожилой женщины в тальке, помнит как сейчас. Мы разделились на две группы, женская и мужская, которые одна кричала в одном месте женскими голосами, другая мужскими голосами. И в результате она говорила, какой она лучше слышит голос, женский или мужской, и мы определяли направление, куда нам двигаться. Быстренько побежали на адреналине уже все. Нашли бабушку, вынесли ее к месту, куда могла подъехать скорая на носилках. В Беларуси около двух сотен обученных «Ангелов». Спасенных жизней в разы больше. Каждый готов выехать по тревоге и днем, и ночью. Рекорд отряда – шесть операций за два дня. Когда обычный поход за грибами заканчивается трагедией, чаще всего в лесу пропадают пожилые мужчины и женщины. Аргумент «мы тут каждую дорожку знаем, ходили с детства» сработает не всегда. Тропинки имеют свойство зарастать, а под лесок сбивает с пути даже грибников с большим стажем. Мантра леса – прочесать местность. Для этого территорию разбивают на квадраты в полкилометра, выстраиваются цепочкой. Работают на отклик. Пропавшего зовут по имени, так как его называют близкие. Бывает прогулочный лес, бывает бурелом, бывает болото. То есть мы болото можем проходить только два часа в одном направлении, эти 500 метров. В поиске помогают приборы. Компасы, фонари, навигаторы, радиостанции, дрон, оснащенный тепловизором с камерой. Пару месяцев назад именно с помощью тепловизора удалось обнаружить трехлетнего Максима Суханова. Мальчик пропал 22 мая в деревне Макаровка Бобруйского района. Мы начали искать в течение полчаса, результатов не было. Супруг отбежал все-всего в маленькую эту деревню. Все, я позвонила в 102. У меня шок был. Я сознание два раза теряла, скорая приезжала, у меня давление скакало. Я практически не думаю, что его живым увижу. Как бы это лес, кабаны, волки, овощи. Ребенка искали 200 человек. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Около 4 утра мальчика нашли спящим под деревом. Максим оказался за 7 километров от дома. Когда мальчика подвезли к дому, все участники поисков, это большое количество людей, были действительно рады. Окружили всю машину, начали снимать все происходящее на мобильный телефон, аплодировать. Некоторые даже не сдерживали слез. Сегодня в Бобруйске нет полноценного отряда «Ангел». При экстренных случаях на помощь отзывается лишь несколько человек. Для поисков выезжает группа из Минска или Симуран из Жлобина. Стать добровольцем очень просто. Достаточно набрать короткий номер 7733 и один раз выехать на спасательную операцию. Опытные поисковики говорят, это затягивает. Собираясь в лес, стоит помнить о правилах безопасности. Сообщите своим родным, знакомым или соседям, куда именно вы собираетесь, маршрут и когда планируете вернуться. Возьмите с собой запас воды, продуктов на несколько дней, спички, нож, медикаменты. Мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором и сохраненными номерами экстренных служб. Наденьте одежду яркого цвета. Если же вы заблудились в лесу, то самое главное первое правило – это успокоиться и не паниковать. Необходимо прислушаться к лаю собак, к шуму машин, поездов, искать просеку ручей, идти вдоль линии передач. Спасатели уверяют, чтобы не заблудиться, важно помнить простые правила. Оставлять за собой следы, зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки. Если самостоятельно выбраться из леса не удалось, звонить по телефону 101 или 102. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Андрей Богдан. Итоги недели.